Алексей Сергеев, один из лидеров ЛГБТ-движения «Россия». Тема такая очень щепетильная, я бы сказал, серьезная. Это тема обиженных в тюрьмах, да? Да. На данный момент в российских тюрьмах где-то порядка... Прошу прощения, сейчас... А обиженных или опущенных? Как называют людей? Ну, по-разному. Обиженные, опущенные, петухи. Это как бы все синонимы. Но если говорить вот термин «правозащитный», то их называют заключенные пониженного социального статуса. Как становятся такими людьми? На самом деле, есть разные способы, как люди становятся. Если человек говорит, что он открытый гей, например, или бисексуал, то, скорее всего, он окажется петушатней, так называемой. То есть человек может проиграть в карте, например. Человек может... В некоторых случаях, просто когда людей обливали мочой, это дело специально, потому что вот эта вот низшая категория, она еще к тому же выполняет грязные работы. То есть она убирается, стирается. Ну и плюс есть еще рабочие петухи. Есть не рабочие, есть рабочие. Рабочие петухи – это те, которые предоставляют сексуальные услуги. И буквально неделю назад мы выпустили вторую часть нашего проекта, он называется «Изгои», как раз посвящен сексуальному насилию в тюрьмах. И это большая проблема, потому что если взять, что у нас полмиллиона сейчас в тюрьмах сидит мужчин, и где-то по нашей статистике 10, ну около 10 процентов – это обиженные. То есть это получается 50 тысяч. То есть это обычные гетеросексуальные мужчины? Многие гетеросексуальные, да. В этом проблема, что это касается всех людей. И когда я вот это все стал открывать, ну вот известно, что сейчас, да, вот этот ужас, который творится в Чечне, да, и так далее, и тому подобное. Но когда мы понимаем, что вот обыденная жизнь людей, которые, по сути, подвергаются насилию, потому что реально большинство людей не хотят добровольно это делать, их склоняют к этому. Иногда это применяется в насилии, иногда это просто идет, ну по сути, потому что они понимают, что если они откажут, то им будет плохо. Ну вот, и оказалось, что никто этим не занимается, потому что правосудники, которые ходят в тюрьму, они говорят, что если мы будем с этими заключенными общаться, то другие заключенные там не будут с нами, как это вы с обиженными общаетесь. И потом эти люди выходят на свободу, и выходят те люди, которые их гнобили. И получается, что вот это проецируется, вот эта вот гомофобная вот тюремная вот иерархия, то есть там же несколько этажей. Вот обиженный самый низший этаж, и в этом вот низшем этаже там еще есть более низшие этажи, то есть вот если ты гей, допустим, то ты еще ниже там, даже среди обиженных. И оказалось, что мало кто этим занимается, и в принципе это довольно уникально, потому что вот если мы берем страны другие, там Швецию, там Англию, мы как разговаривали, там ни с вами с таким не сталкивались. Что-то подобное немножко там было в США, ну и плюс страны какие-то бывшего Советского Союза, там тоже такие вот тюремные иерархии вот это было. И ну на самом деле стоит почитать, потому что очень интересно, очень и главное, что мы понимаем, что на данном этапе все, что мы можем делать, это максимально об этом говорить. И пока еще, конечно, до решения далеко, потому что тюремное начальство считает, что это нормальная ситуация, и никаких таких вот, к сожалению, никакой правозащитной работы в этой сфере не идет. И в сфере реабилитации тех людей, которые пережили вот это насилие, это большое количество людей, это сейчас у нас 500 тысяч заключенных, а в принципе были ситуации, когда было полтора, миллион двести, то есть вот за последние годы снижается количество людей, то есть это огромное количество людей, которое прошло через это. И как меняется их вот мировоззрение, психологическое состояние? Ну по сути люди не хотят об этом рассказывать, они, хотя они вот вышли из тюрьмы, они хотят об этом забыть. И то, что к нам в Альянс, допустим, пришел, с Чокса он учился, к нам в Альянс пришел в прошлом году, то есть весной, да, получается. Кто? Ну один человек, который был обижен, он сказал, что я хочу, чтобы было равноправие, я не хочу, чтобы людей гнобили. И он как раз герой нашего проекта, в том числе большой, он 15 лет был статусом обижен, то есть он, ну не знаю, несколько сроков. И вот эти 15 лет продолжалось вот это насилие, да и как он это пережил все? Ну удивительно, что человек вообще в принципе сохранил здравый рассудок и он бисексуал как бы сам, и у него жена есть, тоже она сидела в тюрьме. То есть он бисексуал, то есть для него это было что, в принципе, в его природе это было? Ну вот вопрос в том, что, допустим, тебе кто-то нравится, и ты встречаешься, это одна ситуация. Но, к сожалению, обижены очень часто выполняют сексуальные услуги не с тем, с кем они хотят. Это принуждение, это вот это самое главное. То есть есть, причем у нас так интересно, у нас в принципе считается вот отношение, однополые отношения в тюрьмах, ну а других там быть не может, тюрьмы отдельно, мужские, отдельно, женские, считаются административным правонарушением. То есть если, допустим, тебя застукали, то тебя могут лишить, например, условно-достойчивого освобождения, и ты будешь сидеть от замка до замка. Но обычно, даже когда вот людей там застукивают, например, и все знают, что это есть, то там делают очень просто, пишут какое-нибудь курение в неположенном месте. Человек получает такое же взыскание, но колонии не получают геморрой, ну вот это руководство. И проблема с ВИЧ тоже, она как бы очень большая. У нас вот официально по статистике 10% заключенных ВИЧ-положительные люди. Реально, я думаю, больше. Если взять женщину, там вообще получается 20%. Ну потому что большинство там, ну среди женщин две главные статьи, это кражи и наркотики. Если это наркотики, там, соответственно, часто люди употребляют, и это внутривенно идет. Соответственно, там большой процент заражения. Ну вот, и у нас запрещены официальные презервативы. Потому что даже был бизнесмен, который хотел, допустим, бесплатно раздавать в тюрьму презервативы. Ну сказал, у нас сейчас там в тюремной больнице, он сказал, вы чего, у нас такого нету. Но если мы будем раздавать презервативы, значит, мы официально признаем, что у нас есть однополые отношения. А за это нас могут вообще уволить. И получается такой замкнутый круг, что это все есть, на это закрываются глаза. Люди подвергаются насилию. И вот я говорю, тот проект, который мы выпустили неделю назад, там уникальное видео, когда человек просто рассказывает, сколько раз вы насиловали, и какую работу он выполняет. Как это, и обычно такое видео не выходит из колонии, потому что, в принципе, телефоны запрещены со съемкой. А тут он рассказал об этом, потому что... Сколько раз его насиловали, какую работу он выполнял? Да, ну, насиловали его, там, ну, не меньше десятков раз. И всего один раз у него это было по согласию. Причем он считает, что это заслуженно, потому что у него нехорошая статья. Нехорошая статья, это статья, связанная с нарушением половой непрекосновенности. И он огромную... Нет, просто там насилие по отношению... Ну, изнасилование, там, линия, сексуальное... Действие сексуального характера. И работу он выполняет огромную. Он моет там все, что можно, там, начиная, там, зимой колет снег, то есть он практически не спит. Он по ночам работает, моет там в одном месте, в другом, там, стирает за кого-то и тому подобное. То есть человек такой... И все об этом знают. Об этом знают руководитель колонии, там, заместитель, там и так далее и тому подобное. И всех отустраивает, то есть... Я могу его понять, наверное, ему тоже, если он не убирает, допустим, в этот момент его могут насиловать. То есть, где ты еще подумаешь, что лучше. Но он так буднично об этом рассказывает, что ты понимаешь, насколько это страшная система, в которой никто не видит, что это ненормально, что человека насилуют и тому подобное. Ну вот. И, конечно, это такой нарывок, который вскрываешь. И, конечно, очень много негативных комментариев, зачем вы эту тему беретесь и тому подобное. А никто не хочет бороться. И я считаю, что нужно привлекать внимание, потому что это совершенно бесчеловечное отношение. И потом, опять же, эта матрица переносится на обычную жизнь. Если я просто провел эксперимент. Я взял, купил газеты, журналы разные, вот, в Киевске. И просто посмотрел в каждом из них совершенно разные темы. Общественно-политический журнал, журнал про истории, какие-нибудь там биографии, там вообще не связанные с этим. Про моду про какую-нибудь. И везде были термины. Нагнул, там, петушатни, еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть, насколько эта культура проникла уже, и мы слышим даже от наших, там, первых лиц государства, там, мочить в сортире, там, и так далее, и тому подобное. То есть, вся вот эта вот тюремная лексика, она исполняет, там, нагнуть Америку, там, вот эти знаменитые картинки, там, на Берлин, там, где там, американские, там, ну, неважно, в общем, да. То есть, это очень глубоко. А в женских тюрьмах? В женских тюрьмах нет иерархии, в принципе. То есть, там, мы тоже делали проект про женские отношения, я просто хочу сказать, что я не только, как бы, в альянсе, но еще есть такой проект «Женщин тюрьма общества». И мы делали совместный проект, в том числе, вот по обиженным, и проект женский, в женских тюрьмах проще. Во-первых, женщин в принципе меньше, то есть, в 10 раз меньше, там, практически, чем мужчин. И там нету иерархии как таковой, то есть, там, нету, там, плотные, потом, мужики, так называемые, то есть, средний класс, вот этот, вот, и вот, обиженные. Там есть проблема с тем, что, да, могут разлучать пары, например, могут, там есть, как бы, ну, тоже это меняется. Вот, например, еще там, 10-20 лет назад было жесткое разделение, там, коблы, коблы, вернее, правильно говорит это, милонов, не правильно сказал, здесь такая политика милонов, он говорит коблы. Коблы, на самом деле, коблы. Коблы, это, по сути, женщины, которые отыгрывают мужскую роль, они часто могут, там, я не знаю, ну, абсолютно, если, как мужчины, называть себя в мужском роде и так далее. То есть, раньше было такое, очень жесткое, вот, именно, вот это. Сейчас это все смывается, и, в принципе, в женских колониях вот этой проблемы, она стоит меньше, потому что нету вот этого насилия, ну, именно, вот, в сексуальном плане. И, если отношения какие-то есть, обычно это называется половиной, то есть, женщины живут добровольно с женщинами, там, конечно, могут быть какие-то ревности сцены, там, какие-то, там, вплоть до поножовщины, там, могут быть какие-то привлечения к административной ответственности, и могут это использовать, как бы, чтобы заставлять человека сотрудничать с администрацией. Но, вот, таких вот, конечно, все-таки, случаев нет, в этом плане здесь попроще. Ясно. Ну, вы стараетесь сделать эти, это, эту информацию о достоянии гласности, да, чтобы об этом... Да, на первом этапе мы решили, что мы, если мы не можем, у нас нет доступа туда, в тюрьму, допустим, соответственно, и в колонии, и так далее, по крайней мере, рассказать, и, ну, и стараться, чтобы там максимальная информация доходила, потому что очень мало вообще информации на эту тему. Ну, а вам могут пожаловаться? Вам могут пожаловаться? Это как-то поможет, если вы узнаете вот об этой ситуации, и вы что-то можете сделать, как-то человека защитить от этого насилия? Ну, вот, когда мы выпустили первую часть нашего репортажа, это был сентябрь месяц, после этого мне стали писать люди какие-то, и нам, в принципе, те, кто уже отсидел, рассказывали какие-то свои истории. И вот этот случай, когда мы выпустили здесь, человек еще до сих пор сидит сейчас в колонии, и мы, так как мы видим, что, ну, у нас есть информация, что структуры силовой не реагируют. Сначала это было послано в закрытом режиме, то есть, чтобы это не было публично, но мы видим, что никаких, ничего не предпринимается, и мы сейчас уже, ну, передали это публичности, просто потому что, если это не делать, ну, по сути, человек живет, я не знаю, пять лет живет вот в таком вот рабстве и сексуальном, и с точки зрения насилия, и с точки зрения, там, его эксплуатации. Да, ну, потому что, ну, реально, то есть, то, что он, в принципе, то, что он, в принципе, за эти пять лет не умер от переутомления, там, или, там, вот этих вот постоянных насилий, ну, это, по большому счету, скорее, говорит о том, что крепкий человек попался, потому что другой бы, на самом деле, бы, там, может быть, с собой покончил. Вы сейчас, да, в предарегласности, и вы уже посмотрите, как изменится, да? Да, мы официально, как бы, это, в прокуратуру, в следственный комитет, по сути, в нашей публикации, там написано, что она является вопросом. Я знаю, что, в принципе, в местный следственный комитет уже тоже передали эту информацию, и мы посмотрим, как в этом... Проблема в том, что, опять же, сложно доказывать. Если не хотят, чтобы были какие-то записи камеры и так далее, очень сложно доказать, потому что то, что насилие, которое было, там, год назад и так далее, то есть, такой замкнутый круг, но мы считаем, что нужно начинать бить в эту точку, и постепенно начинает меняться. Как вот у нас, например, была болевая точка, вот в этом проекте «Женщины в тюрьмах», в котором я тоже, тема «Женщины с детьми в тюрьмах». Она была вообще не популярной, никто ей не занимался, и сейчас мы видим подвижки, мы видим, что в Госдуму внесен закон, законопроект о том, чтобы гуманизировать это. Мы видим общественную кампанию, и за этот год мы видим уже перемены, уже рацион улучшился, уже там, говорят, что да, нельзя перевозить их в этих вот, в автозакрах, потому что ребенок страдает там и так далее, и мы видим, что подвижки есть. Понятно, что эта тема более болезненная, она более табуированная, вот тема обиженных, она, но все равно капля камень точит, и мы привлекаем внимание, мы стараемся максимально об этом говорить. И общество тоже жестокое, да, общество тоже недоброе в этом отношении, да? Да, но если, просто, на мой взгляд, что если этого не делать, то ничего не изменится. А так хоть можно как-то будущее насилие? Да, ну, взять пример, опять же, в прошлом году был актер театра Виктюка, да, он пошел по какой-то статье, связанной с несовершеннолетним, да, казалось бы, но тоже, по сути, покончил с собой, но очень много странностей, потому что есть сведения, что это было именно связано с тем, что, ну, было, по сути, насилие, и человек просто не выдержал. Вот это вот, то, что, в принципе, тема пыток сейчас пошла в обществе, мы поняли, что можно и эту тему тоже, потому что, по сути, это тоже, ну, пытки, и это узаконенная вот эта система, и любой ЛГБТ, который окажется в тюрьме, он может подвергнуться этому. И не только ЛГБТ, а как мы видим, там, среди обиженных, там, ЛГБТ, я думаю, меньшинство, большинство, это гетеросексуальные люди, которые вынуждены, там, либо оказывать эти услуги, либо, по крайней мере, там, убирать, стирать и прочее, прочее, всякие вещи. Я тут посмотрел ролик один, какой-то сюжет на тему вот этих вот, жизни по понятиям в тюрьмах, вот это такой кошмар, это такая, конечно, для себя нормального попасть туда, это... Да, ну, мы просто как раз подробно, вот, наш проект, вот, первый изгой, там, мы очень подробно описываем тюремную иерархию, вот, именно, положение обиженных, так бы, какие там есть... Ну, там, интересно почитать житейские истории, то есть, мы вообще стараемся не делать ничего, не говорить за других, мы даем вопросы. Да, там есть наши комментарии, там, экспертные, да, какие-то, потому что, ну, часто человек может не видеть всей картины, и, ну, либо гнать какой-то порожняк, ну, такой тоже бывали случаи, потому что человек, который живет в тюрьме, он часто вынужден врать, например, или придумывать что-то для того, чтобы себя самого, ну, потому что когда ты в таком униженном положении, тебе нужно что-то немножко себя как-то повысить, чтобы ты вообще, там, не стерся, как личность, и, и вот, когда это читаешь все, мне казалось, что вот эта тюремная система, когда только я с этим всем столкнулась, мне казалось, что она какая-то более логичная, она какая-то более, ну, такая, не знаю, интеллектуальная, скажем, а когда я увидел, что насколько это все примитивно, и насколько это все вообще, ну, как дети какие-то, ну, только жестокие дети, и, 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 да, и когда понимаю, что эта система, она переносится на взаимоотношения власти, народа, на вот эту вот широкую культурную сферу, ну, понятно, что нужно с этим что-то делать, и вот мы стали это делать, потому что, ну, практически никто это не делает.